Подготовку детей в Центре по изучению ПДД в Аромашевском районе оценили на европейском уровне. Правила дорожного движения там изучают 76 детей. Для них даже планируют построить целый автогородок. Алексей Вяткин о юных дорожных инспекторах. Этой девочке 12 лет. Она уже обучает правилам дорожного движения других. Настя Калинина была в числе команды, которая участвовала в международных соревнованиях на знания ПДД. К сложному конкурсу дети готовились почти два года. Не так давно вернулись из пятидневной поездки в Норвегию. Есть знаки, которые не очень похожи на наши. А так почти как у нас. Мы готовились, тренировались, делали все для того, чтобы получить достойное место. И они его получили. У Аромашевской команды третье место в Европе. Такое признание получают впервые. Но не это главное, считает их педагог. У нас, например, на данный момент нет ДТП с детьми. То есть получается, что я думаю, что все равно не зря. То есть ребята, которые здесь занимаются, они хорошую, так сказать, школу получают. Но и в то же время они влияют на окружающих. В планах создать в Аромашевском районе детско-юношескую автошколу. Там будут обучать детей с 12 лет. Причем по-взрослому. Автомобили хотят приобрести настоящие. Закуплено оборудование, светофоры, знаки, укомплектованные полностью. Сейчас рассматривается вопрос о написании сметы. Поддержат ли идею создания автогородка в областном правительстве, пока не ясно. Но здесь для детей стараются создать лучшие условия для обучения. Из новинок техники вот такой велотренажер-пилот. Полностью настраиваемый. Например, здесь можно выбрать велодром или город. Можно выбрать время суток. Например, день или ночь. И даже погодные условия. Здесь есть дождь, снег и даже туман. Включаем сигнал поворота и поехали. Алексей Вяткин, Антон Пригорницкий. Тюменское время.